здравствуйте россияне я сейчас обращаюсь к россияне естественно все кто не слушает я во первых хочу выразить соболезнования связи с терактом который произошел ночью и меня это тоже как-то коснулась потому что мне пасынок как раз находится в москве пока он вышел на связь пока я до него дозвонилась я выдумала я поседею и вообще лишусь чувств очень-очень было стрёмно порядке ситуация конечно следила всю ночь за новостями с утра вот проснулась тоже за новостями сейчас евре будем это обсуждать добрый день добрый вечер смотреть да немножко сегодня прострепанных так скажем чувствах ну что мое мнение знаешь что во первых блин даже не знаю как сейчас или разговаривать на эту тему война перестает быть томный все переходит в какую-то другую другую позицию да я просто помню я как раз находилась питере момент прошлых терактов когда вот это все произошло да я помню как тогда консолидировалось общество какие были как люди тогда сами ходили значит свои подвалы охраняли сидеть тогда еще не было этих дверей с магнитными этими ключами да хотя сейчас кого-то на тэ остановит но сидели караулили возле своих подъездов ход их подвалы как-то люди очень тогда под собрались скажем так гражданам россии и гостям россии скажем так кавказской национальности тогда приходить приходилось не сладко потому что очень сильно подняла голову вот это всякое скинхедское движение да их кошмарили по полной программе они там тоже как-то объединялись старались нашу выживать скажем прямо то есть на фоне вот тех терактов очень здорово поднялась вот это националистическое понимаешь да вот именно русская русский национализм тогда вот эти скинхеды бритоголову и прочее тогда здорово поднялись потому что на этой теме же все будут спекулировать часть тем более они вот это 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 история была очень эта ситуация очень напряженная ситуация была в россии очень сильно тогда да я думаю что сейчас будет тоже что-то подобное почему именно организовали эти теракты это давление на путина это принуждение скажем так к миру принуждение к переговорам мое мнение потому что первый высказался макрон типа показал путину как будет что он ведет войска и прочее да то есть угрожает значит путину со стороны стран нато именно вот военным военным присутствием и те кто спонсирует терроризм мы все знаем кто его спонсирует уже это даже не секрет вчера кто-то из американских сенатор высказался что как в такой форме что спонсоры игила находится в вашингтоне ну скажем так вот вообще спонсоры терроризма до находится именно там никого не обвиняю просто процитировал то что вчера почитала от американских же сенаторы и то есть пока показывают путину что с двух сторон будет короче весело ему будет двух сторон если он не 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 сядет и не начнет там с кем-то о чем-то договариваться скорее всего идет какие-то закулисные там торги да вот и вот мое мнение вот такое то что еще будут теракты ну все зависит от того принудят они его или не принудим ну вот так плюс мне кажется сейчас ситуация на фронте конечно понесется уже блин вдруг и рука дробнет понимаешь у людей которые там находятся на передовой после этих новостей и рука может дрогнуть плане понимаешь да вот о чем я говорю то есть не знаю гребет по любому украина по любому тут не никого нет никуда больше как говорится в общем эскалация поднялась на самый высокий уровень теперь слово юрий ну и таджикской диаспоре конечно она стоит напрячься потому что уже приходит сообщение что они все таджики а вот поэтому ребята из таджикистана и вам выражаю огромные соболезнования потому что именно вашу национальность ваш народ использовали в этой грязной скажем так в теракте да и подставили вас поэтому таджиком тоже выражаю соболезнования ну и конечно сыны вашего народа вот таким вот образом подставили подставили ваш весь весь народ я так думаю все я все сказала так ты соболезнования по всеми пострадавших так с чего бы даже начать ужасная ситуация даже не знаешь чего начать и как это говорить и как это высказывать и тем более это очень вот еще горит как говорится знаете потихонечку развязывать начнем заявление макрона по поводу ввода войск или некого контингента стран на то но без мандата нато или он на украину это пробросы мнений и подготовка возможного все зависит от того как отреагирует при этом папа римский проброс сделал давайте мириться как всегда будем отдавать то что вы уже забрали просто это узаконим и на этом мир естественно воздействие на россию будет идти по всем фронтам я уже говорил то что будут диверсии теракты это все у нас и просто люди еще не понимают что все время прошло спокойной жизни я же говорил внимательно смотрите с важные объекты инфраструктурные такие сяки мутные люди которые что-то там ходят с телефоном снимаю во первых это зачем вы снимаете нпз товарищ первый вопрос для чего вы его снимаете или фотографируете например в телефонах есть гео локация то есть где снята фотография гео . привязывается координаты это служит для наведения ракет вы отправили фотографии копаньки уже есть данный приблизительные как говорится принципе туда беспилотник не отправим но можем его довести например на автопилоте а уже подлетай к этой точке включить видеокамеру сигнал то есть засветить аппарат если грубо говорить вот запустили по направлению она летит долетая до точки включается моя ориентировочно чисто математика на карандаше это можно а с учетом нынешних компьютеров так это можно рассчитывать ой-ой-ой как точно включается по итогу подлете камеры уже она вылетает взлетаю в объекты поэтому любые там милы из под фотографии видео должны вызывать сильные подозрения это вот такое теперь самый интересный момент обратите дату 22 марта это день памяти жертв хатыни 40 хатынь ребят активное участие уничтожение белорусских деревень приняли украинские националисты но тоже интересная дата почему-то именно этот день есть мнение что там это было связано с выступлением группы какой-то при этом в этом же здании происходил турнир по танцам детским и вот давайте рассмотрим первое это просчеты в службе безопасности отсутствие регламента например если крупный социальный объект большим количеством там должны находиться не чоповцы у которых даже толпоком оружие этом точнее у многих его даже нету у небольшого количества и они обычно очень сильно расслаблен потому что них не их не основная задача это не впустить пьяного и бомжа грубо говоря они не готовы к этим ситуациям во вторых я же говорил про школы что нету подготовленных в отработанных планов по эвакуации 10 в случае терактов как что отрабатывать сам помещение не например мвд мвд приехал в принципе очень быстро если так смотри потому что часть патрули отправлялась но на самом место теракта другие начи начали работу по выезду с региона блокировка досмотр машин ну такой процесс это почему-то все считают что мвд все как это говорится ясновидящие и заранее знают где но давать вот первое скопление населения отсутствие работников мвд неподготовленность ошибка работы служб без вообще расчет в этой системе службы безопасности охрана должна находиться хотя бы не один-два человека в бронепомещении двери должны быть бронером чтобы отсекать сидишь по камере нажимаешь кнопочку дверь к закрылась все конечно жалко те кто не успеет убежать но выбирая 10 погибшими и став мы все согласимся что 10 лучше 100 далее этот просчет вот а то что надо думать уже пусть чекисты садятся пишут регламенты но вносит правила жесткий а по по этому вообще-вот такие помещения которые в которых массовое скопление людей строились без учета вот этих вещей никто не учитывал а надо же чтоб красиво круто и понтово как на западе а запад он сам организовал теракт на других территориях он террор террора не боялся кто против запада будет делать террор да никто они сами эту песенку заказывают и без их него согласия что ничего них не но единичный сумасшедший эту не от этого никто не застрахован далее самое здание как мы видим по пожару система противопожарная ничего не работает по факту то есть жертв много угоревших именно да по поводу от чего там то погиб это еще будет разгребать завалы сутки двое там уже будет видно но то что сама конструкция вообще не пожаростойкая металлические фермы я удивлю вот этот родин чудовищная балка который выдерживает большие нагрузки но подожгите под ним диван и он очень становится меня таким вот слабенький есть эксперименты в интернете кто хочет поищет сама металлическая конструкция она не стойка к огню и при высоких температурах дают быструю деформацию прочность конструкции резко падает следовательно регламент строительных объектов следовательно реальная проверка системы безопасности они на бумажке то есть с построили провели проверку включение потока воды выключили воду убрали вот это все надо делать они по бумажечке есть вентиль есть молодцы как у нас обычно происходит везде этот основной далее но то что там все-таки работники торгового комплекса насколько я слышал активно эвакуировали помогали при эвакуации там там сообщали но это уж люди сами это не организационной системы просто кого-то там проходил помню что-то про пожарную безопасность откуда можно убегать работа видимо как могли так и спасать теперь по исполнителям исполнителям пока видеокамеры видео обрабатывается нам пока это не скажут а могут вообще не сказать например теракт 11 сентября где большинство исполнитель это были саудовцы саудиты афганцев там-то не было но сша поехал бомбить афганистан там если был афганец то их основные люди это саудиты организаторы саудита обучение саудиты поехали бомбить афганистан по поводу диаспор теперь таджикская узбекские диаспоры сильно плотно завязаны азербайджанская диаспора и часто бывает что азербайджанская диаспора организует бизнес и для работ привлекает куда узбеков таджиков был пожар несколько месяцев назад сгорел валберс по моему торговая площадка склад хранения там нашли виновного но ходил слушок что произошел конфликт между представителями диаспоры вот интересно мы долго будем терпеть вот такие вот выяснение отношения диаспора как говорится с ущербом для нас могли ли исполнить так теперь по самому теракту поскольку нету данных о том что попытка захвата заложников или шахидов и большое подозрение что это просто наемники которых наняли и запах были ли они сами по себе идеологически заряжены это уже другой разговор но работа похоже на наемник потому что налет отработали и быстро слиняли и быстро уход что есть неготовность стать шахидами в ихнем понимании и уйти к гуриям о чем так мечтают все но почему туда никто не торопится особенно активисты агитаторы они что-то сами не хотят гуриям всегда находят дураков которые туда сами пойдут то что бежавший насколько я слышал бежали в сторону украинской границы пытались там что туда там гор типа там спецы сказали в направлении украинской границы может ли это быть отвлекающий манер вполне возможно но в принципе после таких действий скинуть оружие одеть курточку и под видом того той же жертвы теракта влиться в толпу и убежать но это как два пальца об асфальт вся надежда сейчас будет но на видеокамеры с распознаванием лица насколько они были внедрены насколько они были массово установлены например нас татарстане тему этих камер начали подымать стали устанавливать неожиданно татарстане поймали там с десяток человек находящихся федеральном розыске десятки чет находящихся республиканским там ищут по делам всплыли ну и еще я лимит или менщиков загребли то есть когда мне рассказывают то что тотальный контроль государства это зло я криво усмехаюсь и спрашиваю ты хочешь детей выпускать на улицу со спокойной душой или рядышком с монтировкой ними стоять и охранять выбор такой сейчас у нас идет тотальный контроль государства вопрос что государство контролирует ваши мысли и желания или вашу безопасность в российской федерации все все больше уходится безопасности населения китай у нас скоро начнет контролировать мысли у них к этому идет они идут по принципу как я рассказывал в нью-йорке про разбитые там окна малейшее нарушение наказания все понимают что все под карандашом все стараются жить более менее адекватно но это по сути то просто сейчас нету такой информации полный объем кто сколько но то что это могло быть явственно как говорится властям россии давайте на наших условиях или будете умрете как говорится в террористическом угаре будете жить но сейчас по сути тут я говорил что надо порядок с диаспорной воде что надо закручивать винтики сейчас сейчас это будет надеюсь потому что ну сколько уже истории сколько случаев то что без этого никуда и никак не должно быть внутри страны создаваться вторая страна притом не из коренных этносов а приезжий не должно быть хотите жить в россии пожалуйста ваш ваш культурный центр песни музыки танцы обычаи обряды пожалуйста это не вопрос как говорится организовывать некий территорий и они полновластные хозяева и диктуют условия окружающим нет такого не должно быть вообще по попытке такого создать должно быть жестко караться все основное что что-то еще скажешь остается ждать только информацию ну то что украинцы у нас радостно пищали потом вдруг из обосравшись стали сидеть затирая свои бывшие комментарии как обычно но это показать от того что основное население живет националистическом мугаре нацистском уже не националистическом они уже не делят военные мирные гражданские для них 7 и люди которых надо уничтожить этот жителям российской федерации то еще живет сказочным бредом братство народов нельзя дружить народ можно дружить человек с народом дружить нельзя потому что народ он разный внутри себя потому что как говорится русские тоже разные у нас свои говна хватает вон рдк бегает чумачечи за что воюет они сами понять не могут и как они за что воюет но в принципе за что именно воюет просто они об этом громко не говорят потому что если это громко сказать мне полное ощущение что это не за что а почем ну когда таких людей начинают кормить у них это все вместе складывается кормят людей игрец за что он убивает за этой корме не наоборот когда наоборот людям вот убивая за это мы плоти это наемники если озвучить и диалоги вот этих всех русских рдк как они нас националистов которые на украине то американское общество сильно будет возмущено если перевести нами на английский язык то там будет сильное возмущение как таких людей мы поддерживаем но поэтому и не переводят поэтому они говорят только то что им разрешают чтобы не не пугать европейское население американской вот все сейчас сейчас будет если бы европейскому населению переводили и показывали все что происходило на украине в донецке до 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 14 во времена вот именно майдана в этот момент то есть бомбежка в грязь но если бы все показывали европейскому обывателю сейчас бы конечно никто бы не поддерживал украину там недавно фильм какой-то вышел даже не хочу его называть но типа зверства в мариуполе до русских вот такой вот так там использовали кадры обстрела донецка еще четырнадцатого года нормально нормально а что такого 90 процентов те кто смотрит интернет не будут проверять общение брать врать можно сейчас безбожно люди информацию просто проглатывать ниже я не раздумываю на чем что ты же в рот не положили запихнули проглотили все довольно большинство людей так и живет никто не задумывается зачем думать думать это сложно проще кушать ложечку положили проглотил как маленькие дети если уж прям противно противника но папа с мамой заставлять все равно проглотить пропихнет как нибудь а большинство населения она именно так они но почему гибельс то говорил дайте мне средства информации я вам из любого человека сделаю сказать любого агитировать эту работу есть специальные методики специально специалисты которые все умеют знают я же говорю как в чечне старейшины прибегали камди его и просили провести зачистку населенным и близлежащих леса но как это молодой парень который даже и не думал о никаких там вещах неожиданно вдруг собираться идет становиться воином аллах при этом плюет на обычаи местный где старший сказал жопу прижми сиди все все садятся прижимают подростки молодняк он вдруг сказал собрался ты убежал это ни в какие это никогда горцам не не нравилось они когда чеченскую войну разбирают по пунктам там ну давай час к украине перейдем немножечко там российская федерация стала активно применять боеприпасы большой мощности в основном их применяют там есть железобетонные укрепления и куда тяжело подъехать например тосов ну тосов данные 6 км это тоже объемно детонирующие боеприпасы используют пост очень хорошая вещь надеюсь их количество будет расти в армии вопрос там с дальностью сейчас модернизацию хотят делают на более высокую дальность вот используя же укрепленных долговременных объектов именно полутора тонн сейчас говорят 3 тонны будут кидать сейчас будет черный юмор чувственно украине будут разводить карасей и карпов потому что прудов искусственных будет народ с излишком ничего отвесил вот такого позитива прям меня вот именно вопрос одессы по ходу именно сохранение одессы но берем одессу грубо говоря ставишь штангель циркуль на карте радиус 300 500 километров раз прочертили это тактические ракеты небольшой дальность 2002 2000 км раз прочертили а это уже крылат это ракеты большой дальность то есть нато отодвигала свои промышленные объекта своих промышленных главных объектов складов силы российской федерации сейчас если россия занимает например одессу но одесский регион грубо говоря то она получает полностью а возможность с любыми видами средств ракетным грубо говоря отработать в глубину на то есть все склады все аэродромы вот все лежит включая еще на них в констанции собираются на румынии строить огромную базу они бы хотели устроить конечно в одессе а в идеале в крыму но с крым я же говорю мы не знаем тех документов которые легли на стол президенту на момент решения а забратья крыма бы начала с во когда-нибудь может быть нам их покажут но это вряд ли такие вещи например исторический такой момент решение гитлера напасть на советский союз сильно завязано с докладом разведки внешней германии где был предположен доклад о дивизиях состоянии армии там туды туды докладу очень простой показное величие солдаты не хотят вообще воевать и при первом случае будут бежать танки только на парадах танки только в армии этого который есть это старик который не с этим мнением армия германии кинулась сорок первом году а по итогу главу разведки 40 который говорил эти доклады потом удавили струной по моему если не ошибаюсь жестко убивали поскольку выяснилось что он работу на англию давно бежевут когда читаем мемуары немецкие генерал сидят и удивляются танку к в например а танк к в используя финской войне и даже один или два по моему были затрофейные финнами а финны в то время активно сотрудничали с нет то есть военная разведка имела все документы о наличии таких танков советской армии но почему-то эти документы не пошли войсковые части на доклад верховного команды ну вот этот момент же нам особо никто не рассказывать в учебниках истории история это не то что документы истории то что в учебнике истории написано потому что современная историография сильно отличается от реальности достаточно посмотреть учебник истории украины казахстана уже кстати тоже переписывают история да и все переписывать свою воду стесняться этого не надо прямо говорим ну как скажем ну историю турции если брать но как объяснить османские попытки захвата территории в округе ниже тоже какой-то хороший предлог защиту братьев мусульман и османская империя защищал их от гнёта и на вертся где эти падлы в молдове нашли османов вот этот вопрос меня волнует до сих пор понимаешь где эти падлы тут османов нашли зачем они пошли я честный черетесик вот я как могу это все прописать там люди по умнее если они красивее напишут пошли в ответку за ущемлением мусульман где они тут их нашли вообще а это уже другой вопрос ну вот крестовые походы в балтику балтийские племена ну причем тут языческие племена балтов и крестовый поход очень просто приехал там какой-то проповедник плюнул на капище священное ему за это кишки выпороли поскольку он умер за веру неся христовую веру земли язычников он святой а где пролилась кровь святого это земля что обетованная за нее надо воевать кстати ребята там много рабов будет земли а у вас безземельцы у всех у рыцарей без как это там шевальепом или как-то назывался безземельные дворянство развелось поскольку было тепло особо сильно не воевали ни с кем они плодились как не знаешь что все великие все городу мак там щит конь до кольчуга с мечом все его богатство и гонора тележка сравним вот и нападали вот эти люди за за веру побежали захватывать землю припалку она так всегда выставить достаточно обосновать какую-то хрень придумать обосновать это же тоже за что мы не любим русских сейчас мы сядем они сейчас делают то же самое не демократичная страна подбирается в новой демократии понимаешь это уже за это можно бомбить народу вот тюрьма народов например я люблю когда с националистами общаешься они начинают рассказывать кавказа депортации всегда вспоминает но примерно в временные отрезки в те же грубо говоря практически ну британцы просто продавали ирландцев как рабов об этом мало кто вспоминает ирландцев как рабов продавать как скот при этом ирландский рабство в два раза дешевле чем негр поэтому ирландцев чаще на жестокую смерть отправляли на зидание другим рабам ну я сейчас цифру точно грубо говоря 50 франков ну 50 буду говорить в доллар 50 долларов за раба там шкуру содрать что все остальные обосрались и хорошо работали или ну за 15-20 ирландцев шкуру с ней но с ирландцев выгоднее с ней шкура дешевле выходит вот вот это было англия самым удивительным моментом если уж история мы так копнули в сша сразу негр принявший веру христианскую католическую протестантизм там сильно носил ну после второй волны большой миграции когда англия там потеряла власть пока англичане там власть держали там по возможности влияли там было много католиков вот если негр принимал католичество ему были поблажки хорела на поблажек никаких не потому что не другой веры кстати есть библия для них для рабов кто история интересна поищите там объяснено почему негры должны быть рабами в период там в исторические брать была тема как вернемся к украине но принципы те же принципы те же вот великая нация украинская почему великая а в сами мы в жопе да потому что вон там у вас на востоке сосед который во всю жизнь испортил на вопрос чем же мы вам испортили вы нам не создали нас угнетали как вас угнетали если вам создали целую республику притом припаха в две трети территории которые вообще украинскому этносу грубо как с армировавшимся концу девятнадцатого века вообще отношения их вам просто приписали коммунисты и где как говорится дубинкой насаждали украинство кто интересуется вот насаждением украинства ну двадцат тридцатые годы с работы выгоняли за незнание поэтому на украине так много всяких невнятных языковых диалектов потому что язык корябали называли себя там хоть кем угодно лишь бы не русским и тогда тебя с работы не тюркали за незнание украинского языка такая вещь и они начинают придумывать голодоморы геноциды всевозможные а когда мифология создается исторические факты идут все нафиг поскольку они не нужны они противоречат пишется история ненависти после этого только один итог это война тоже вот у нас диаспоральных кругах идет та же работа тоже это насаждается плюс туда добавляется ислам как кто читал ислам как там куран жизнеописание пророка мухаммеда тот понимает что ислам это религия а кому это все рассказывали всевозможные про как это сказать активисты у них чё-то ислам становится религией войны слушай как это вообще происходит вот блин ну что обычно человек не может взять почитать этот же коран ну я вот христианство но но хочешь не хочешь мы читаем библию да мы понимаем там основные там законы там ну не знаю есть конечно трактовщики библии до которые там всякие 50 до трактовка но вообще вот я же говорю 80 даже если не больше официальных течений слава каждый свои с официально вот у меня и говорил от тетки корана 100 это перепечатка до до революционного корана вот мы сравнивали с человеком горит есть разница а так и же по идее не должно быть при этом как говорится дореволюционные из книги с религиозной так это они прямо туда возили читали люди это тонкости перевода или это прям вот трактовка это и тонкости перевода и трактовка ведь например запрет на алкоголь например в исламе там мы прямо есть уж говорить мусульмане не должен употреблять перед молитвой грубо говоря если учесть что пять раз молиться в день вообще ничего любого дурманящего разум человек дурман перевели как водка алкоголь и все пожалуйста просто это же можно перетрактовать по-разному слова дурман нельзя быть одурманином при беседе молитва это беседа с богом по сути обращение к богу то есть ты под дурманом с богом общаешься для тебя бог то вообще аллах всевышний как для тебя кореш какой-нибудь при котором ты можешь таким обдобанным сидеть или все-таки что-то более важно перед чем надо быть собраться с духом свое душевное состояние привести привести в умиротворение уже пойти на молитву цель молитвы умиротворить себя это практики такие это вообще кто интересуется тот понимает что это ты уже на беседе с богом это по сути это беседа самого собой своими внутренними устами при этом где бог выступает мерилом то есть образом у нас например вот если христианство брать это терпимость при этом западных христиан почему-то часто тренивают и терпимость там у них вообще не пахнет западу нужен нужно сохранить выход к морю для украины чтобы она хотя бы как-нибудь сама себя кормила во-первых ну смотрите после отчуждения части территории по сути промышленных разрушение энергосистемы которые обеспечил промышленность украина превращается просто в аграрный колхоз аграрный колхоз может торговать только продуктами питания чем и будет рассчитывать спасать по долгам при этом эти долги реализации продуктов питания вот в европе очень не хотят крупной землевладельцы в лиц от имени которых выступают всевозможные фермерские объединения движение фермеров при этом это же также и относится к агрохолдингом они вот вообще не горят желанием потерять например субсидии который выделяется на обеспечения населения с его там большие субсидии об этом помалкивают там честный рынок почему-то выражается на западе очень просто мы своим фермерам даем тысячу евро на гектар а вы лапотники не должны ни копейки не давать своим фермер это будут настоящие рыночные отношения но естественно когда вам просто платят за то что вы пашите землю сколько будет цена продаваемый продукт три копейки а сейчас времена голодные начинают субсидии будет урез меньше хоть как вы хотите нефть будет дорожать за счет этот будет дорожать гсм и самый интересный момент например сша запретила гсм запретила нефть покупать санкции а сама покупает корабельное топливо мазут который по сути является нефть тяжелая нефть после легкой очистки простейшей очистки уже получается корабельное топливо а как я уже говорил ранее там есть вот по заявлению экспертов то нефтехимия сша заточена именно на тяжелую нефть они нефть с венесуэлы гнали с южной америки а там тяжелая нефть основном как как и у нас они оттягали и перерабатывали за три копейки а чистая легкая нефть в которой в америке в основном они не пиньковали цены когда именно кстати вот один момент кто хочет поинтересоваться байден зарубил нефтепровод с тяжелой нефтью идущий в америку а трамп у нас завязан с нефтяными компаниями представительства вот как все переплетено и вот сельхозка должна по идее уходить до страны африки а куда угодно но не в европу при этом есть такой момент интересные если разорить сельское хозяйство украины украины и после этого скупить их не черноземы а потом там настройте агрохолдинги то идите вы нафиг фермеры в европе агрохолдинги западные будут за три копейки нанимать украинцев пахать на высокоплодородной земле куда надо меньше вкладывать чего удобрения а удобрения у нас или это привозится с россии или их не производство нужно много энергии энергии а энергия в основном это газ или нефть смотря у кого где поэтому когда мы видим забастовку польских фермеров германских там этих это не о том что плохо живется о том что их не хозяева то имели реально влиять на них хотят чтобы украина не получала денег сейчас вот сейчас на данный отрезок за счет продажи продуктов питания вот так так все закручено но при этом они очень хотят хапнуть землю украины свою частную собственно а вот для того чтобы экспортировать товары питания надо выход к морю в идеале как говорится если вы везете через чужую границу это обязательно ограничение какие-нибудь или налоги надо заплатить или квоты заплатить лучше иметь свой собственный порт единственный сейчас порт это одесса уж более-менее приличный порт крупный кстати поэтому россия отбомбилась по нему чтобы играется есть и одессы и останется за украины чтобы это было очень дорого восстанавливать кстати тоже вариант как говорится мы опустили цену объектов до минус вы хотели как горит получить плюс 400 миллионов долларов а мы сделали так что это минус 400 миллионов долларов уже то есть не цепляйтесь за одессу она не будет как говорится вам надо бы дорого вкладывать чтобы остановить вот такие вот закрутки вокруг украины вы при этом на украине есть залежи всевозможных полезных ископаемых вот там всевозможных редкоземов долить и там сланцевые нефть хотели что только не хотели и я же говорю нету единой мировой элиты была бы единая мировая элита мы бы имели бы четкий как говорится конструкт план работы этих элит а он у нас сумбурный потому что одним надо было вот это другим надо вот это потому что это деньги это деньги это власть власть это деньги они всегда рядом и вот сейчас будут и у россии я же говорю или провести крупную десантную операцию из-за чего активно топили черноморский флот корабли как говорится отсюда и минирование кстати одессы в свое время потому что боялись именно эта операция если карту посмотреть там там небольшой перешей по сути но если карту так глянуть украинской земли можно отсадить большой кусочек превратить ее в базу откуда еще и бить с двух сторон как говорится все боялись этого это был основной там же кстати начали строить военную базу нато в одессе когда с крымом поняли что уже не выгорит стали строить в одессе какую-то там базу американцы всегда заходят через так называемые военно-технических специалистов виде инженерных войск который мы типа будем заниматься благородным делом каким-нибудь ну например сейчас в аргентине эти люди под видом борьбы с наркокартелями ставят свои базы на основных реках аргентины при этом они грубо говоря 10 человек там а создают инфраструктуру как под пару сотен то есть в любой момент туда может приехать боевой актив при этом это контроль это все там когда аргентине было там за кого сейчас все ясно закрыв а вообще сейчас южный амир сша пошла в южную америку начала активно работать в этом плане ну по украине сейчас вот мы сейчас вот потихонечку давить украину границы будут в россии теракты по любому они и так были типись пилотниками ну я я думаю наши власти наконец решаться как говорится не быть святее папы римского но и подорвать несколько нефтехимических производств в америке кстати в советском союзе этими делами занимался если не ошибаюсь они подготовили готовили диверсантов на территории третьих стран и совершали диверсии при этом в этом вымпеле были люди которые занимались именно диверсиями так называемые скрыты то есть техногенные то есть они от людей зависит они тоже на этом специализме если еще в америке начать бомбить эти все вещи в смысле подрывать да и так нефть уже вверх пошла из-за того что вот бомбят ваши доля российской нефти в общей мировой нефтяной этой самой она огромная и уже нефть пошла вверх а сейчас это ой как байдену не нужно потому что трампу он завязка с нефтяными компаниями это деньги пить его карман я говорю тут все так переплетено все так запутан сейчас там что-то говорят еминцы обе типа китайские российские сюда вообще не будут трогать плаватик тип это проброс и любой информации надо относиться очень осторожно и принимать ее зачистку в любом случае то что опубликовано значит есть понимаешь что то что сми опубликовала значит есть есть какая-то информация нас кстати и до этого не особо не трогали российские и китайские суда им у них главное что я так понимаю что они дали официальную бумагу на проход российским и китайским судам то есть если раньше это была не официальная какая-то вещь то сейчас у россиян и у китайцев есть официальный договор о том что они там себе ходят понимаешь интересно с кем же мы его подписывали кто их не представитель имя фамилию можно слушай я тебе говорю так что уже сейчас власть власти и ситуация на это сам будет считаться де-факто понимаешь а не то что там придумали то есть вот эти правительства в изгнании понимаешь с гойду или со светланой тихановской никто договариваться не будет сейчас идут и договариваться на местах кто у кого реальная власть но вспоминая в слова путь вроде путин сказал что мы работаем с теми то есть кстати этот по поводу молдовы там кто путину там навстречу ездит гагаузи приднестровье ребята вот кто может сказать я власть может показать я вас тем россия разговаривают но не имеет смысла договариваться с людьми которые не имеют фактически ну влияние ну если же попускаться до семейного если в семье рулит жена на хрена у мужа спрашивать надо было у жены спрашивали она быстрее информации но если реально вот человек приехал я вот вла я что-то представляю с тобой будут ну вы смотри за гагаузским лидером юридической наша молдавская скажем так власть не признает ее юридически главой республики ну вот не признает она не дает ей юридических полномочий но официально смысле народ ее поддержал понимаешь как это есть легитимность а есть легальность да то есть она легитимна вот она легитимна пока нелегально понимаешь молдавскую политику понимаешь у нас три года президента не было просто его небо его не могли выбрать понимаешь потому что да парламент выбирал они все торговались это у нас президента не было три года мы жили имея 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 парламент парламент президентской если если президент всего лишь номинальное лицо от которого толком ни хера не зависит так он нафиг не нужен это понятно но это же должно быть соблюдено какие-то вот эти юридические вещи то есть без этого никак если президент есть у него есть полномочия три года его не было и полномочий не выполнял это же все равно власть это понимаешь власть должна быть диверсифицирована понимаешь диверсифицирована а что это показывает то что страной управляет не законно избранные представители бизнес или то же самое и понимаешь она будет там сидеть и управлять де-факто но де юре она будет никто путин же сказал работаем с теми у кого есть реальная власть ну у нее есть реальная власть вот будут будут договариваться нет реальной власти а зачем разговаривать вот там вот по поводу таджикистана там не пригласили но если от тебя в этом форуме ничего не зависит нахрена с тобой чем-то разговаривать время деньги во первых а зачем ты за счет нас будешь поднимать свой авторитет внутри республики тоже вопрос такой я со мной путин за руку здоровается так что вы все тут сидите под шумом а потом что-то случится кто виноваты с тему сюда руку здоров с русским президентом у русские виноваты нафиг это надо вообще вообще считаю вот эти вот всевозможные вот эти там путин куда путин должен сидеть в москве к нему должны ездить он очень большое значимое лицо которое не должно рисковать своей жизнью и здорово вообще да судя потому что происходит теракт и судя потому что скажем так есть большая заинтересованность в его физической ликвидации то это конечно есть есть такой момент это конспирология кстати потому что никто в документах это не подтверждает и не озвучивает при поездке хрущева в англию неожиданно пропал аквалангист который диверсант который специализировался на морских диверсиях подводных крепления всевозможных мин бомб суда вот он неожиданно пропал бесследно кстати а некий гражданин тоже боец спецназа по охране важных судов а суд судно считается территорией другого государства неожиданно получил высокую награду взаимосвязи никакой нету но как говорится все кто понимает значит была попытка минировать судно и эту попытку сорвали вот вот представьте в англии пытались заминировать судно с главой советского союза который бы шарахнул день быть нейтральных водах мины 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 второй мировой эхо войны кстати вот так же там вот человек там про польских там властей там тоже вот почему-то когда через англию кто-то что-то завязывается у них получается много несчастных случаев например одна из экспедиций там по перелету США самолета советского союза который там не пытались вот они в англию сели чайку попили и уже все почему-то без связи пропали вот они полетели вроде связь была ну как конспирологи у нас же много людей ну а чё ну подмешали что-то в чай пилоты выпили и умерли или в самолете чего-нибудь разгерметизировалось ну сеть игру сейчас такое время когда вот все можно ожидать ничему не удивляться когда нельзя победить на поле боя надо что сделать побеждать других местах украинцы это делают фейк новостные там у себя в интернете сумма побеждает всех и вся чуть ли не под москвой стоят а западно западные спецслужбы побеждать будут за счет внутри страны диверсии кипиша бардака самый оптимальный вариант это убрать линия страны вот самый лучший вариант когда вот именно когда фигура не номинальная а фактическая ну например уберем и зеленского на украине это что-то изменит да ни с чего он никто при любом его неправильном чихи его уберут поставит того же заложенного привезут да он не будет неправильно чихать он вообще даже нонсенс он чихает только как ему как ему говорят вообще говорить все что угодно главное что он делает а не говорит люди почему-то путают слова и дела но если уж много слова да ну французы пришлют например контингент на украину сколько они пришли какое количество но чтобы сейчас что-то повлиять на линии фронта но нужно пятьдесят тысяч где-то ну костяк 50 не ну хоть что-то изменить хоть что-то хоть какую-то локальную победу взять при этом 50 тысяч это должны быть не грубо говоря не доброволец петик от там франсуа который вчера круассаны крутил а бывший военный с военным опытом при этом это в легионе вообще народу или там сложно посчитать я их даже не знаю сама суть должна прийти не просто 50 тысяч добровольцев это 50 тысяч военизированная группировка с пво с техникой с комплексами связи с обеспечением тыловым и вот это все должно и она что-то еще что-то может решить вот реально что-то может решить но если вы не можете получить например контроль над небом ну прилетят к вам с десятка два трехтонников фугасов а могут и вообще объемно детонирующие с этими бомбами как вот россияне научились да их пулять как говорится ну самостоятельно то есть там же крылья какие то приделали да она там летит короче вот эти вот эти все укрепления они бесполезны я же говорю бетону все укрепления они уже теряют смысл если вы будете лупить я еще раз я повторюсь когда война идет типа мы вот как в течне было мы вот по хорошему вот мы только боевиками население не кошмарим это долго это муторно это потерь со своей но если вы начинаете воевать как типа это территория врага никого не жалко то картина резко меняется да и мне кажется после этого теракта поменяется картина потому что если до этого воевали в белых перчатках и старались да там то сейчас мне кажется ну не прогресс шандарахнули обесточили все то есть в украине энергетики даже когда россия туда зайдет эту энергетику сколько восстанавливать придется то есть на этих территориях не будет промо ее не будут развивать ближайшие там лет десять но если конечно власти прям не скажут стройте завод в приказном порядке давайте бегом ребят а так нет коня и кончать игры с промышленной украине это уже все ее нет только аграрка но мало я вот люблю когда люди говорят там по производству но ребята ну маленький цех с двумя десятками рабочий это не завод полноценный завод это когда у вас там несколько сот человек работают конвейерные линии стоят а если нет конвейерных линий то это несколько тысяч человек вот эти все люди работают промышленность они дают добавочную стоимость сила германии в этом была она покупала по дешевке энергоресурсы завозила с других стран сырье по дешевке делала грубо говоря бур какой-нибудь который стоит миллион евро и продавала его а себестоимость затрат была 200 тысяч смотри что фсб выдает террористы участвующие теракте крупу сити холли пытались скрыться в сторону российской украинской границы террористы планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне у нас не умеют у нас мы слишком добрый ну представим например чтобы дело сша при таком раскладе ковровые бомбежки городу этот методика сша а вот тут которого рустама короче назарова объявили в розыск но потом оказалось что два года назад у него купили машину на которой вот совершен теракт и поэтому его внесли потому что машина ему когда-то сейчас там были задержанные лица причастность к теракту все это игру сейчас в течение суток-двух это будет поток лжевой информации правдивой информации единственный источник это государство только государственные то они же тоже говорят мы задержали предположить всегда замечательные слова предположительно возможно а уже бы они потом пройдут следствие скажут точно то зачем и почему подвердили четырех ну сейчас сливались толпой покидали место массового разбросил снарягу и пошел вместе со всеми в потоке это даже есть такая вещь если задевать например наемные убийцы которые именно специалисты в этом деле они одевать яркую одежду ну например парик с зелеными волосами одели яркую куртку выстрел куртку с париком скидывайте и все все люди утверждают что они были бородаты сейчас вот я смотрю на задержанных ворот нет то есть они зашли накладные бороды потом скинули бороды понимаешь и пошли себе не обвязай просто платок если на лицо поднять суматохе нужны люди не особо разберу есть методики отработанные которые спецслужбах знаю которые уже знаю террористы потому что террористические группировки часто связаны со спецслужбами это уже давно известно об этом уже не кстати там было заявление на вот то что американцы это есть факт сейчас это причем смотри вот сейчас одного задержанного показывают он трясется ну то есть страх это не это не шахерды шахерды они же бесстрашны у них все у них отличается они накачаны чем-то знаешь они не не это самое а этот прям вот знаешь вот так вот трусится то есть это это просто боец ну бояка скажем так ну зачем жизненная ситуация резко изменилась это у него отходняк колотит это не то что страх это может отходняк колотит адреналин но эти же во первых те которые вот шахерды так кого используют но они блин во первых не остаются в живых во вторых даже если они остаются они готовы к смерти они ждут смерти они ее ждут с какой-то благодатью они не трясутся перед лицом смерти а этого прям колотит всякие есть есть те кто трясутся те кто боятся перед тем поэтому вот в последних терактах когда был связан с чечнёй у тех кто нёс взрывчатку всегда был дубликатор человек который нажимал за место него кнопочку потому что там одна из террористок не у нее духу не хватило взорвать пошла и сдалась ментам после этого дублирующий взрыватель ставить уже от человека который со стороны поэтому когда там смерти не боюсь это есть люди любой армии люди которые спокойно воспринимать свой идут и готовы то что трясется адреналин вопрос адреналин от страха то есть осознание того что вот поймали потому что например что греха оттоит тебя поймали это еще не значит что тебя посадят это вообще еще не знать что ты дойдешь до хоть каких-то органов ну таких государств тебя могут просто посадить в кабинет камеру и ты просто исчезнет ну мы же не наивные конечно к государственной машины как она может таких людей иногда меняют на кого-то ценного есть верно надежда но если например человека надо жестко допросить после которой у него лицо быть явно не фотогенично и это как говорится не принесет пользы государства это человек это человек не должен больше дышать но допросы сейчас не ведутся ну это тоже сейчас много других есть множество других ну я уж буду как на войне это экспресс допрос быстрый когда на твоих глазах тебя разделывают как кусок мяса 90 процентов давай резюмировать потому что я знаю ты спешишь и вообще-то сегодня не хочу длинную тему чисто вот сконцентрировались на теракте ну как во первых дата кто историю увлекается поинтересуйтесь хатынь я была в хатынь я видела этот ужас возможно к этой дате вот в чем украинцы любили обвинять советскую власть и все вот эти так называемые советские диссиденты привязка к датам значим они все вот этими страдают они свои прегрешения свои там заскоки приписывали советской власти потому что они были частью этой советской власти кстати вполне возможно чтобы взяли именно эту дату например заявление соединенных штатов о том возможности терактов 8 марта когда они заявляли там четко прописано на концертах это не то что на концертах возможно это был специальный проброс 8 марта праздничные дни все на уши все спецслужбы на уши потом выборы все на уши ничего не случилось все выдыхают расслабление и в этот момент удар вполне возможно разыгранная карта то что это операция не украинского там этих разведок потому что нет украинской разведки есть западная разведка который одним из филиалов которых является украина если брать исторические аналоги это в двадцатых тридцатых сороковых годах на начало войны так называемые как все любят смеяться румынская разведка польская разведка венгерская разведка в то время у этих стран разведок не было там были не в советское время им оставил это чье-то наследие вот в то время это британцы приезжали готовили специалистов потому что если поймают разведчика ну какой-то вид гри а у нас торговые договора советским союзом зачем нам портить отношения пусть сажают расстрелить этих долбаных венгров нам их не жалко сейчас вот интерес из контекста мои слова выдернуть и подождать да да из контекста не выдирайте пожалуйста вот то есть это использование аббревиатуру другой страны при проведении своих спецопераций далее с причастность украины ну следы пока что идут в украину привлечение иностранных специалистов скажем так ну это значит но не из ниоткуда такие люди не берутся они где-то светились они какой-то ячейки террористической или религиозно-сектантской находились из которых клепают террористов а выход из исламских террористических группировок очень часто у нас 90 процентов особенно если это суннитский ислам например или религиозное течение шиитского ислама который за границей это чаще всего Англия и США потому что они на этом специализировались теперь что будет что будет у нас предположить затягивание болтиков другого пути нет работа по диаспорам и наконец-то наведение порядка в регламентах всевозможных служб и работ ну не должно так здание быстро гореть не должно где противопожар сколько зданий надо перестроить сколько настроилась в 90-е это же был какой бизнес торговые центры вот эти вот всякие развлекательные фигни это же блин как грибы это чудовищные деньги значит будет чудовищная коррупция она и была и есть чудовищная коррупция что тут греха таить все рестроительство наведе наводить порядок сейчас время наведения порядка потому что нельзя воевать когда у вас в стране бардак вы проиграете войне почему америка сдает свои позиции в мире потому что внутри сша бардак как только сша у себя внутри страны наведут порядок они быстро начнут обратно возвращать свои позиции китай старается в этот момент захватить как можно больше россия пытается усилиться у нас странная внутренняя политика это высокая лоязнь бывшим постсоветским республикам кого-то я обижу но так не должно быть потому что это глупость я вот что-то не вижу чтобы например постсоветские республики ущерб себе но во благо россии что-то делают не они делают ущерб себе во благо коллективного запада они делают во благо запада даже в ущерб себе не даже в ущерб себе только в ущерб себе это явный показатель я как говорю мне не нужны твои слова дружбы и сочувствия и благодарность если когда мне надо ты не можешь мне помочь они не имеют смысла слова здесь они не подкрепляются дела даже тут уже идет речь не о даже помочь а даже не срать понимаешь на голову не вредить понимаешь я надеюсь когда-нибудь надеюсь как можно быстрее придет это в голову ну я буду так скажу я предпочту например отделить прибрежья Украины получить Приднестровье и Молдову чтобы и чтоб как говорится продукты питания южных регионов поступали с этих территорий а не через Азербайджан потому что Азербайджан это прокси Турции мы помогаем Турции грубо говоря наращивать свою мощь давайте немножко внешне коротко скажу вот сейчас рассуждается вопрос постройку второй атомной электростанции Турции замечу в долг то есть за наши деньги мы строим им атомную станцию которая не гарантирует то что это атомная станция будет оплачена по итогу но придет там революция придут туда какие-нибудь движения любое слово выберите которое вам нравится и скажет Эрдоган был диктатор кровавый мехник убийца курдов например спонсор терроризма все договора которые он заключил аннулируется на основании этого потому что преступная власть может заключать только преступные соглашения а потом вот как россии будет выбивать а как на украине поступили украине одолжили а как китай кинули шварку на миллиарды и что все 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 утерлись все утерлись а пока как вы будете ну да разбомбим страну разрушены а деньги кто вернет вот это же атомную станцию можно в россии построить во первых это сколько рабочих мест а вокруг этой станции промышленность построить дешевая электроэнергия сколько рабочих мест сколько лучше жизнь будет а мы почему-то строим за свои за свой долг мы сами себе в долг даем деньги блед и стройма а теперь другой вопрос вот у турции будет много электроэнергии дешевые че вот куда она будет тратить куда она будет помидоры опять продавать не помидоры это она как только появляется излишки электроэнергии как только получается вас за счет мусульман движения пантюркизм получить еще плюс дешевые энергетики от русских дураков получить например залежи там ресурсов из других стран а в турции сразу будет расти промышленность а когда у страны хорошая промышленность у нее хорошая армия получается в итоге хорошо вооруженная армия и вот у нас по соседству получается страна у которой будет хорошая армия хорошая промышленность хорошая аграрка как ни крути потому что дешевые электрики даст возможно присутствие в угодов увеличить пассивные площади для посадки всевозможных культур. Про рост населения в Турции я не говорю, у них это есть. При этом они могут использовать свои прокси. Я просто Турцию привожу как пример, как оно возбудит, может быть. И вот эта страна, получив такой допинг, вот как только получается такой допинг, сразу вспоминаются старые обиды и территориальные претензии. А кто больше всех османам нагадил вообще? Вот кто основной гадильщик Османской империи в истории? Там про Вену все вспоминают, но откройте карту Османской империи, период ее благоденствия, а потом наложите территорию Российской империи в последние годы ее жизни. Вы узнаете, что очень много территорий османы потеряли по вине злых русских. А в школьных учебниках у них, как об это преподносит, кстати, турецких? Вот мне интересно. Я скажу, у нас дипломатия занимается какой-то хренью. Наши дипломаты должны ходить покупать учебники, читать их, переводить и отправлять в Кремль. Как сказал Австро-Венгерская империя, там кто у них, канцлер был, по-моему, назвался, немецкого солдата, воспитал школьный учитель, создал. Он заложил, учитель заложил идеологию, историю. Этот учитель дал ему технические знания, чтобы он умел пользоваться оружием. Все. И это вот главное. Ладно уж, а то я сейчас опять куда-нибудь далеко. Да, давай это, мы резюмируем же. Не надо всем подряд помогать. Надо учитывать возможности роста других соседей в неблагоприятную нашу сторону. Почему-то у нас все думают, если всем раздать помидорки, арбузики и кусочки мяса, будут все благодарны. Благодарны будут, может, процентов 30. Все остальные скажут, так, если ты дал мне 300 грамм мяса в день даешь, а сам кушаешь килограмм, это несправедливо. А еще если ты его называешь братом? Да, при этом ты его называешь, а брат должен делиться. При этом то, что этот человек сам это все выращивает, а ты ничего не делаешь ради этого, по сути. Зачем этой глупостью заниматься? Человек, который только получает деньги, он всегда это не ценит. Любые блага, данные. Как началось на Украине вот это вот стравливание? Там же из этих нарративов и началось. Они, типа, ну, братья же наши, да, а нам дают там газ за сток. Они наши братья, а нам наши товары там нет. Они наши братья, а они нам там перекрывают газ. Они наши братья, а они... Понимаешь, вот из-за этого, а-ха-ха-ха-ха-ха, понимаешь, они за счет нас живут, а-ха-ха-ха-ха-ха, они за счет нас. Понимаешь, они нас используют. Так и началось. Есть такое великолепное произведение с советской эпохи, фильм на произведение с Жерок Биржанар, по-моему, или как его там называли-то? Собака на сене. Лопо-ди-Вега называется. Собака на сене, это Лопо-ди-Вега. Собака, я уже давно... Как-то я... Вот у меня есть болезнь, я в фамилии, тяжело у меня. Я тоже тяжело, но это я помню. Я помню, что явно не наш, не про нас. Лопо-ди-Вега, да. Лаподников произведений не было. Там были местные голодрацы, грубо говоря. Но там же есть хорошая песенка Боярского и Джигарханя. Как одно и то же качество преподается, как благое и как нехорошее. Я уж там не помню. А там, типа, если... Как это там? Милостыню дает. Это благородное. А это транжира. Назови его транжира. Да, там переворачивайся. Там есть какой-то интерес, пересмотрите. Иногда вот надо, надо там хорошие мысли. Просто надо по-разному смотреть на произведения. И вот... Это что показывает? Любое действие любой страны можно трактовать по-разному. Если уж я, как гражданин России, я говорю... Вот Россия сделала добро. Ну ее же можно преподнести, как недобро. Вот воспитали в том этносе гордыню. Это подачка. Подачка же всегда обидна. Они нам как кусочек кости бросили, чтобы мы заткнулись. Ну, да. Ну, так все, в принципе. Да, в принципе, да. Мы, как говорится, разумировали. Юж, спасибо тебе большое, что... Ну, вот сегодня, да, такой день. Еще раз выражаю соболезнования всем родным, близким, всем, кто пострадал, кто... В общем, держитесь, ребята, что поделать. Я помню, как это ужасно, жить в стране после террористических вот этих актов. Я как раз жила тогда, я говорю, в Питере. Я помню этот ужас, я помню этот страх, я помню еще всякие телеграм-каналы разгоняют всякое разное, знаешь. И раньше это были просто на уровне слухов, там друг дружке на ухо что-то шептали, знаешь, эти кухонные там газетки или еще что-то выходило. А сейчас это в каждом телефоне вам... Поэтому спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие. То есть не паникуйте, просто будьте бдительны. Будьте бдительны и следите за вашими... Не брезгуйте, да, вот как тогда было. Начали следить сами за своей безопасностью. То есть усиливаться, собираться, консолидироваться, проверять подвалы, проверять какие-то, знаешь, то есть быть бдительными. Вот бдительными. Что рядом, кто-то услышали какую-то фразу, не стесняйтесь позвонить, стукнуть, понимаешь, там соседи какие-то непонятные ходят в квартиру, что-то такое подозрительное, да, какие-то там эти самые... Не стесняйтесь звонить. Лучше проверить, чем пропустить, да, вот эти подготовки и прочее. Ну, еще я добавлю, я присоединяюсь, но еще кое-что добавлю. Заходя в любые здания, смотрите план эвакуации, чтобы понимать, куда еще можно сбежать. Второе, есть такое движение, там фриков хватает, как там выживальщики, что ли, называются. Они там, придурка хватает, хотя там есть разумные люди, но там есть очень интересная вещь. Это носимые всевозможные, как их называть, назами, что ли. То есть банально, перевязочный пакет, пару таблеток, там, как говорится, успокоительный стоит, ну, что-нибудь подобное. Антишоковое, да. Да, антишоковое. Если уж ходите на мероприятия, хоть как-нибудь немножко подготовьтесь к этому. Платок. И носите с собой носовые платки, ребят, это очень, ну... Это гигиенично, практично. Или маски, да. Любой, даже просто обычный бытовой пожар, да, ну, хотя бы немножко продлит вам жизни, а как раз эти пару минут вам хватит, чтобы вас спасли, вытащили. Обычно не хватает пару минут. Вот у меня другом пожарник. Обычно, говорит, люди умирают у выхода. Да, они до хозяева. Буквально не хватает двух-трех минут. А маска, она все-таки... Да. На самом деле, у выхода прямо находим, говорит, не успевает вытерчить. Ну, часть которой... Там есть старики и дети, которые прячутся. У них мозг уже по-другому работает. А взрослые, говорит, в основном пытаются выйти. И прямо у выхода обычно находят. Вот есть вот это движение, посмотрите. Там есть полезный вот этот вещь. Это небольшой пакетик, по сути. Я вот смотрел у них видео, прям простейшие. Положил в сумку и носите. Как говорится, вот не приведи Господь понадобится, это может спасти вам жизнь. Простейшие знания медицины. Я вот не знаю, почему в школе этим не занимаются. Масло не вне. Вот я когда училась, я не знаю, когда ты учился, было у нас это прям конкретно было. Я прямо честно говорю, я прямо не знаю, прям учат ли преподат. Там ОБЖ какое-то было. Сейчас, кстати, в России стали возвращаться к системе, как в Советском Союзе, НВП. Начальное военное. С Барбой. Что-то начали движение. Надеюсь... Там, понимаете, начальная военная подготовка, там не о том, чтобы стрелять и убивать. Ну, в смысле, хотя там это тоже есть. Знания элементарные, просто знания. Я, например, могу калашников собрать и разобрать. Я могу стрелять. Я знаю, как это делается. Да. Это НВП. Я думаю, что, как правильно перевязаться? Хотя бы самому. Самое главное, это медицинская часть. Вот в этом НВП. Самое главное, это медицинская часть, которая поможет вам даже в медицине, как катастрофы. Если вы попадаете в какую-то катастрофу, не обязательно война. просто что-то упало, что-то сгорело, что-то подгорело. Вы знаете, как себя вести? Паника будет пониже и готовность. Хоть какая. Ты понимаешь, то, что в школе вложили, вот то, что вложили в школе, ты помнишь всю жизнь? Я до сих пор помню. Понимаешь? Вот то, что мне там на НВП вот туда всунули. Это возраст. Мозг восприимчивый впитателем. Вспитывает все. Ну, все, по-моему. Да, спасибо, Юр, большое. Еще раз всех. Всем удачи. Да, всем удачи. До встречи. Главное, удачи. Да, давайте. До встречи. Берегите себя.